Здравствуйте! В эфире Первого Городского проект «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Лобовое ДТП, в котором погибли 4 человека. В Белохолуницком районе на трассе столкнулись два внедорожника BMW X6 и УАЗ Патриот. И снова удар встречных авто. На столкновение Шанса и Патриота в Арбашском районе пострадала женщина. Накопились старые обиды. На улице Красина женщина ножом убила своего сожителя. Согревались жаркими спорами. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова столкнулись машина, реанимация и Субару. Подскользнулась и упала под колесо. На улице Свердлова сбил и едва не переехал женщину-пешехода водитель пассажирского автобуса. Начнем выпуск. С жесткой аварии в Белохолуницком районе там погибли 4 человека. Еще 4 получили травмы. Среди них двое малолетних детей. На темной трассе столкнулись два внедорожника BMW X6 и УАЗ Патриот. Детали этой аварии в нашем первом материале. Фото с места ДТП напоминают последствия краш-теста. Почти идеальное лобовое столкновение. Судя по этим кадрам, как будто никто из водителей даже не пытался увернуться от столкновения и съехать на обочину. Два внедорожника врезались капот в капот. Удар был такой силы, что у УАЗа даже оторвало кузов от рамы. В результате происшествия 4 человека погибли. Это 31-летний мужчина-водитель и два мужчины-пассажира 26 и 55 лет автомобиля УАЗ Патриот. А также 23-летняя девушка-пассажир автомобиля BMW. В иномарке BMW из Коми в Пермь ехала молодая семья. 26-летний отец, 23-летняя мать и их дети 4 и 5 лет. У УАЗа ехали четверо рабочих из Кирова. Они занимались уборкой мостов и путепроводов от снега и возвращались в город. По предварительным данным, водитель BMW поднимался в горку и пошел на обгон. УАЗ ехал с горы. Возможно, появление иномарки на встречной полосе для водителя Патриота стало полной неожиданностью, что он даже не успел среагировать. В итоге в BMW погибла пассажирка мать двоих детей, а в УАЗе трое мужчин. В отношении 26-летнего мужчины-водителя BMW возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ. Как стало известно, дети чувствуют себя удовлетворительно. Обвиняемый водитель BMW и 19-летний пассажир Патриота госпитализированы. Михаил Вагин. Место происшествия. Еще одно лобовое столкновение произошло на трассе Вятка в Варбашском районе. Водитель автомобиля «За шанс» столкнулся со встречным УАЗом «Патриот». Больше информации об этом и других ДТП за сутки в нашем ежедневном обзоре. Авария произошла 27 декабря в 9 часов утра на 239-м километре дороги Вятка. Это Арбашский район. По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля «За шанс» врезался во встречный УАЗ «Патриот». После удара легковушку развернуло. Внедорожник выехал за пределы дороги. Авто получили повреждения. От удара травмировалась 65-летняя женщина-пассажир УАЗа. Медики оказали ей помощь. В Свящинском районе на 437-м километре дороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошло ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным, 48-летний водитель «Нива» не справился с управлением. Машина выехала в кювет и опрокинулась. Водитель и его 57-летняя пассажирка травмировались. Им вызвали бригаду скорой помощи. В Кирове на Октябрьском проспекте столкнулись попутные автомобили. По предварительным данным, не поделили дорогу водители «Шевроле Круз» и «Мерседеса». От удара легковая машина уперлась в ограждение. По предварительным данным, пострадавших в этой аварии нет. И еще одно видео от очевидцев. По их словам, два авто столкнулись на улице Щерса, напротив сквера «Дружбы». Водители «Аутлендера» и «Шевроле» явно не стали после этого друзьями. Судя по видео, внедорожник отбросило на сугроб. По предварительным данным, медиков на место аварии не вызывали. Сергей Пичугин, место происшествия. На улице Красина женщина ножом убила своего сожителя. Конфликт разгорелся за рюмкой спиртного, что называется слово за слово. У дамы сдали нервы и теперь она проведет Новый год за решеткой. А он больше не встретит праздник никогда. Подробности этой драмы в рубрике «Сводка». Это случилось 24 декабря вечером в квартире на улице Красина. До Нового года оставалась неделя. 55-летний мужчина и 49-летняя женщина уже выпивали спиртное. Однако во время застолья сожители, что называется слово за слово, поссорились. Дама вспомнила прошлые обиды. У нее не выдержали нервы. И она схватилась за нож. Несколько ударов по телу и мужчина скончался на месте. Женщину после этого задержали и по ходатайству следователя посадили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ответственность за это до 15 лет лишения свободы. Следователи разбираются в обстоятельствах пожара в Слободском районе. 24 декабря в деревне Рубежница вспыхнул деревянный жилой дом. В результате погибли 50-летний мужчина и его 40-летняя сожительница. По факту смерти двух человек проводится проверка. Следствие выяснит, почему произошло возгорание и кто в этом виновен. Сотрудники СКР также изучают видео, которое попало в социальные сети Кирова. Пользователи пишут, что воспитательница одного из частных детских садов жестоко воспитывала ребенка. Вот на записи видно, что женщина не может уговорить ребенка следовать за другими детьми в сад. Сначала она держит малыша за руку, потом отпускает так, что мальчик падает на снег. Затем женщина уходит вместе с остальными детьми, а упавший ребенок так и остался на месте. Кстати, этим видео заинтересовались и в прокуратуре. Согласно комментариям пользователей сети интернет, воспитатель частного детского сада проявляла к ребенку жестокость. Однократно нанесла ему удар по лицу. Для проверки распространяемой информации прокурор Кировской области Андрей Абарок поручил органам прокуратуры провести проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровье несовершеннолетних. Теперь судьба воспитательницы будет зависеть от результатов проверки. Сергей Пичугин, место происшествия. Сейчас ненадолго прервемся, не переключайтесь. Согревались жаркими спорами. На перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова столкнулись машина, реанимация и Субару. Подскользнулась и упала под колесо. На улице еще раз озбил и едва не переехал женщину-пешехода водитель пассажирского автобуса. Общими силами достали из кювета. На загородной трассе водитель Белой Нивы съехал с дороги, перевернулся на бок и завалился на деревья. В эфире проект Место происшествия и мы продолжаем. Согревались жаркими спорами участники ДТП на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова. Водитель Форда скорой помощи уверял, что рулевой Субару не показал поворотник перед маневром. Водитель легковушки стоял на своем, что спецавтомобиль не пропустил машину на главной дороге. В ситуации разбирался мой коллега Сергей Пичугин. Разговор водителя реанимобиля и водителя Субару не задался с самого начала. Каждый считал себя невиновным в ДТП. Водитель Субару Александр сначала был настолько расстроен, что не хотел говорить на камеру. Активиноват? По словам Александра, он ехал по Октябрьскому проспекту. Эти знаки означали лишь одно – Субару был на главной дороге. Ты не уступил или скоро? Скоро. Ну, что, все эти очевидно, они дураки, понимаешь. Видишь, что это все, что так раздеревывали. Водитель Ремки Эдуард рассказал, что он ехал со стороны Северной больницы. А Субарист Александр его сбил с толку тем, что вовремя не показал поворотник. А кто кого не пропустил, я не понимаю? Он начал таранить. А он с какой улицы ехал? Пострадавших нет, но на место аварии приехала другая бригада медиков. Нужно было перенести вещи из одной машины в другую. Тем временем водители спорили и пытались рассказать полицейским свою правду. Казалось бы, вина Эдуарда очевидна, но мужчина надеется на запись с камеры наблюдения. По словам водителя, по ним можно будет понять, что он не виноват. Сергей Пичугин, место происшествия. На улице Щорса сбил и едва не переехал женщину-пешехода водитель пассажирского автобуса. Пострадавшая переходила на зеленый сигнал светофора и внезапно подскользнулась. Как это произошло в рубрике «Видеорегистратор». На улице Щорса женщина-водитель автобуса 23 маршрута повернула направо и не заметила двух пешеходов. Один успел отбежать, а второй нет. На повторе видно, что женщина подскользнулась и упала прямо под переднее колесо автобуса. Впрочем, под само колесо пешеход не попала. Ее чудом откинуло на обочину и женщина не пострадала. В итоге вызывать скорую полицию участники ДТП не стали. На победилоском тракте гонщик на Форде спровоцировал ДТП. Он лихо всех обгонял, но эта беспроигрышная серия быстро закончилась. Нарушитель выехал навстречу иномарке «Фиат» и зацепил попутную легковушку. На загородной трассе водитель «Белая Нива» не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся на бок и завалился на деревья. Очевидцы тут же поспешили на помощь к водителю. В итоге никто не пострадал. Внедорожник общими силами достали из кювета. Мог легко отправить жестянщику чистую белую «Шкоду» владелец машины с камерой на улице Московской. Водитель иномарки повернул налево и не убедился в безопасности маневра. Такое светлое и темное. Это 200 сантиметров свежих качественных напитков. Это все хуйня. Похожая ситуация произошла и на улице Ломоносова. Там таксист на Датсуне планировал повернуть во двор. Че б***? Че, 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 че. На советском тракте водитель машины с камеры едва не сбил лосенка. Детеныш выскочил из темноты на трассу. В сторону без грохотом ударился об стену. Затем силачев дергнул противника на себя. Михаил Вагин. Место происшествия. И в заключении выпуска рубрика «Без происшествий» слово Илье Кошкину. Всем привет! Меня зовут Илья Кошкин. Это рубрика «Без происшествий». На улице стало холодно и с утра можно увидеть вот такую картину. Ваш автомобиль покрылся льдом. Именно поэтому мы проведем эксперимент и выясним, какие из лайфхаков работают. Как очистить лед со стекла вашего автомобиля. Сегодня участвуют кредитная карта, теплая вода и шланг от пылесоса. Первый претендент – это кредитная карточка. Работает она или нет, сейчас узнаем. Используем вместо скребка. Ну что, карточка действительно работает. Ставим палец вверх этому способу. Стекло чистое. Способ номер два. Теплая вода. Самое главное, чтобы она была именно теплой, а не горячей. Иначе ваше стекло может треснуть. Наливаем воду в пакет и после пытаемся убрать лед. Способ рабочий, но очень долгий. Вам придется запастись терпением и теплой водой. И претендент номер три – шланг от пылесоса. Как пишут в интернете, его необходимо присоединить к выхлопной трубе, завести автомобиль и после отогревать ваши стекла. Скажу сразу, шланг короткий, поэтому до переднего стекла он не дотягивается. Попробуем отогреть задние. Итак, способ работает, но он малоэффективен, поскольку шланг короткий и дотягивается только до задних стекол. После чего он еще и разогревается, держать его неудобно. Ну и самое главное, в салоне пахнет выхлопными газами. Способы, конечно, рабочие, но лучше всего иметь в машине скребок, тогда и очистить стекло будет намного проще. Или же вовсе установить автозапуск, тогда и садиться вы будете в теплый автомобиль. Меня зовут Илья Хошкин, это рубрика «Без происшествий». Как с нами связаться? Все очень просто. Наша почта mpkerovsovaka-inbox.ru Если вы сняли интересное видео, присылайте его нам. Возможно, именно ваши кадры помогут наказать виновных и добиться справедливости. С вами был Михаил Ивагин, это был проект «Место происшествия». До свидания. Продолжение следует...